Здравствуйте, меня зовут Вадим Шесточенко, я президент Тверского дайвинг-клуба, и это проект Твертим. Я мечтал всю жизнь посвятить подводному миру. Так и живу. Собственно, не вижу другой жизни. Ничего менять не хочу в этой жизни. Всегда познание мира – это великая сила, которая дает смысл жизни. С отцом первый раз с аквалангом я в 6 лет погрузился на Азовском море. Акваланг был самодельный, который отец сделал сам своими руками. Три года я служил на флоте водолазом. Естественно, это сыграло свою роль также. Ну а когда я вернулся со службы, продолжил это дело. Мы открыли в Твери водолазную компанию. Несмотря на то, что мы выполняли технические работы, как водолазы, мы общались с наукой. Это лаборатории в Институте океанологии имени Шершова и в НИРО рыбного хозяйства. И там, и там были экспедиции, нас приглашали туда. Именно мою команду Тверскую приглашали. И мы участвовали в научных экспедициях, научных работах, как водолазы. Наверное, самое сложное – это были погружения на Северном полюсе. Их в моей жизни было, да, две экспедиции. Кокос, Галапагосы – это вот мекки для дайверов. Зоны, которые являются мечтой всех дайверов. Самые дорогие, самые тоже наполненные жизнью. Там очень много крупняка. Бесчетные стада акул, длиннокрылых акул, акул-молотов, китовых акул, мант. И все это вот в большом объеме. Млекопитающие морские, игуаны по водой. То есть все это как бы впечатляет. На затонувшие объекты мы погружаемся. Это по-своему тоже интересно. Но дайверы стараются не трогать. То, что море взяло, лучше не трогать. Как ни странно, даже вот в эти тяжелые времена, времена пандемии, у нас увеличился объем обучения. Ну, может быть, потому еще, что людям некуда ехать, а хотят все равно быть сопричастным с подводным миром. И хотят учиться, и мечтали об этом. Для многих это как бы, ну, счастливое время. И открытие подводного мира как другого мира, как иного. И мы очень рады этому. Счастье состоит, как бы, ну, и, наверное, из некой гармонии между собой, между своим внутренним миром и внешним. То есть найти вот эту гармонию – это и есть счастье. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!